Когда Apple анонсировала функцию магнитной зарядки MagSafe в iPhone 12, мы предположили, что версия Smart Battery Case от Apple с функцией MagSafe последует за ней. В конце концов, это сразу показалось наиболее очевидным использованием новой и, возможно, лучшей функции iPhone 12. Во вторник компания Apple неожиданно представила новый аккумулятор MagSafe Battery Pack, который, по сути, является официальным пауэрбанком для линейки iPhone 12. Аксессуар, который теперь доступен для заказа в интернет-магазине Apple, похоже, подтверждает давний слух о том, что iPhone 12 может быть оснащен обратной беспроводной зарядкой. Как следует из названия, аккумуляторный блок MagSafe от Apple основан на новом стандарте MagSafe, который был представлен в прошлом году с iPhone 12. Он сочетает в себе магниты и технологию NFC, что позволяет не только идеально крепить аксессуары к задней панели iPhone, но и заряжать iPhone с помощью быстрой индуктивной зарядки. Вместо того, чтобы подключать кабель или соединять его с iPhone через Lightning, достаточно поместить MagSafe Battery Pack на заднюю панель iPhone, чтобы использовать внешний аккумулятор. На рынке уже существуют другие подобные аксессуары, совместимые с MagSafe, но теперь покупатели могут получить официальное решение от Apple. Однако, похоже, что Apple наконец-то решила включить обратную беспроводную зарядку в линейку iPhone 12 с помощью нового аккумуляторного блока MagSafe. Конечно, это оставляет нам еще несколько вопросов. Почему об этом не было объявлено раньше? Будет ли Apple использовать эту технологию только для своих собственных аксессуаров? Для начала, аккумулятор Apple MagSafe Battery Pack имеет емкость 1460 мАч при напряжении 7,62 Вольта, согласно надписям на задней стороне аксессуара. Аккумуляторы iPhone 12 mini, 12, 12 Pro и 12 Pro Max имеют емкость 2227 мАч, 2815 мАч, 2815 мАч и 3687 мАч, соответственно, при напряжении около 3,85 Вольта. Этого достаточно, чтобы восстановить емкость разряженного 12 mini примерно до 90%, но разряженный 12 Pro Max зарядится только до 55%, а возможно и меньше, учитывая, насколько неэффективна беспроводная зарядка. Однако, запоздалое решение Apple имеет некоторые преимущества, которых нет у зарядных устройств сторонних производителей. После установки предстоящего обновления iOS 14.7, оставшееся время работы аккумулятора MagSafe можно будет отслеживать в iOS, так же, как и время работы таких аксессуаров, как AirPods и Apple Watch. Apple также обещает, что ограниченная скорость зарядки в 5 Вт может быть увеличена до 15 Вт при подключении батареи к адаптеру питания мощностью более 20 Вт, но это сводит на нет удобства беспроводного блока питания. iPhone также можно использовать для зарядки MagSafe Battery Pack во время работы, просто подключив смартфон к источнику питания, но зарядка будет происходить медленнее, чем при непосредственном подключении к источнику питания. Это интересная функция, но нишевая, и ее может быть недостаточно, чтобы оправдать стоимость, когда другие альтернативы могут сделать больше за меньшую цену. Цена MagSafe Battery Pack от Apple составляет 99 долларов.